привет привет мой камерный тарошный клуб сегодня я продолжаю типировать придворные карты мастей и сейчас проблемная сторона так сказать рыцаря монет как я его вижу это мои фантазии это моя тарошная парадигма то есть у каждого может быть свое мнение у меня картинка вот такая и так рыцарь монет его так скажем запары то есть то что жить часто мешает кто он в этой роли каким он в этой роли может предстать в этой роли он control freak control freak но для начала масть монет масть монет это рационалы очень часто говорю что рационалы это мечи и монеты это главные рационалы вот и рационально мыслящие это кубки и дубинки и так масть монет стихия земли что это вообще такое это прочный инстинкт присвоение любых материальных ценностей накопление материальных предметов правильно но не только духовных сокровищ также кстати знаний каких-то то есть это последовательное приобретение вещей и знаний это когда подлинная сила покоится где-то в глубинах и при этом потенциальная мощь очень высока но не видно на поверхности это стремление созидать конкретные образы и полезные формы это как правило выдержка непреклонность устойчивость мнений отсутствие поспешности в отмене решений постоянства в той или иной степени это конечно же точное адекватное восприятие всего материального земного и конкретного что еще это осмотрительность в сотрудничестве с кем-то да осторожность в выборе новых направлений предусмотрительность в видении перспектив это когда деятельность ориентирована достижение какой-то пользы то есть вся реальность воспринимается сквозь призму оценки эффективности и практической ценности вот такие монеты что еще конечно же это деловая хватка и как правило умение зарабатывать денежки да хозяйственность в общем это материалистичность коммерцианализм умение накапливать и сберегать финансы материалы и в том числе время монеты да вот такие монеты какой еще пример отсутствие неопределенности как говорят витания в облаках вот это все для них чуждо это не про монеты то есть монетные персонажи не любят расхлябанности и творческих экспромтов они также не любят что часто присущий масти например дубинок да то есть тут такая да строгая практичность она доминирует у них а также здравомыслие трезвость конкретность организованность системность основательность усердие сосредоточенность ответственность чувство долга надежность это кстати еще и традиционные ценности какие-то в конце концов консерватизм и конечно же неустанное совершенствование практического мастерства то есть такой научный подход верификации когда 2 плюс 2 всегда равно 4 они равно 5 как у кубков часто бывает не бывает 2 плюс 2 равно 5 если о королях и рыцарях монет то это определенная амбициозность поступательное движение методизм способность концентрации целеустремленность и что главное до способность сред сосредоточиваться на главном то есть выделение четко определенной цели при этом нельзя сказать что масть монет она холодная нет если мы говорим о чувственно эмоциональной сфере то самые холодные у нас конечно же это мечи монеты у нас скорее сдержанные но все же это рационалы конечно же то есть тут здесь рулят правила здесь четко осознавается принцип границ 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 вообще всяких до осмотрительность предосторожность бдительность и защиты конечно же своего 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 добра защита этих своих границ дома контроль над всем этим вот такие монетные до персонажи то есть отсюда и вытекают некоторые напрягающие моменты базовые качества так скажем да которые могут переходить в радикальные формы до когда начинают отклинить и в этом случае характерным каким-то чертами характеристикой этой масти может быть формализм то есть он связан с буквальным пониманием инструкции и дотошностью следований канонам и законам то есть шаг влево шаг вправо расстрел есть конкретные правила это должен им следовать такая теневая область масти монет да то есть это такой догматизм и даже критиканство и конечно же зацикленность на чем-то такая невыносимая строгость навязчивый педантизм тяга к тотальному контролю да опять опять же повторюсь и отсюда нервозность да если что-то идет не так и вот в контексте данной темы это будет микс стабильный во всех проявлениях и подходах масти монет укорененный так сказать да как базис этой масти и стремительности которую воплощают в себе рыцари образ рыцаря отсюда диагноз так скажем это control freak то есть это беспокойный ум желающий контроля над всем и все и всеми и так кто такой control freak control freak или помешанный на контроле это я думаю всем известно уже сленговое обозначение психологического типа личности который стремится держать все и всех вокруг под надзором под контролем и считается что такой человек живет в состоянии хронической тревоги и потому стремится подчинить себе окружающий мир ну или хотя бы создать у себе у себя в голове такую иллюзию да то есть control freak как наш рыцарь монет он ненавидит любые проявления спонтанности не выдерживает если чье-то мнение не совпадает с его собственным и вообще он не может кому-либо доверять до конца то есть опять же поясняю симбиоз масти монет очень традиционный очень укорененный в каких-то контекстах и все это идет вот в таком контакте с очень активной природой рыцарей да то есть это какая-то исключительная вовлеченность во все это безудержность и остановить очень сложно да и вообще вот на первый взгляд кажется что некоторые люди просто слишком целеустремленные да то есть что это значит допустим они по сто раз будут перепроверять все ли сделаны идеально а лучше сделают идеально они сами правильно это не редкость вообще то есть такие их много да но вот именно control фрики вот эти да они сильно отличаются от целеустремленных людей потому что тотальный контроль с их стороны это нечто вроде страсти которая которая им не подвластно и страстность это вообще любая да это чисто по рыцарям поэтому этот типаж и я отношу именно к рыцарю монет они королю или королеве монет и уж не тем более к пажу монет то есть control фрики вот эти на они страстно во все это скажем так падают вовлекаются и вот в этом порыве они желают все держать под контролем согласно своему исключительно рациональному мышлению монетам например контрол фрик часто чувствует необходимость исправлять других когда они неправы вплоть до мелочей каких-то не знаю там например исправляют их орфографию или произношение того другого да своего оппонента значит такие граммар нации вот увидел там ошибочку и сразу на нее указывает да то есть исправляет плохие манеры в общем они он или она не важно постоянно постоянно поправляет людей когда они делают что-то неправильное или неуместное это и есть control freak этот control freak он уверен что всегда знает как лучше именно поэтому он будет постоянно оценивать действия другого и высказывать свое как бы сказать непрошенное экспертное мнение понимаешь да типа я знаю лучше чем ты всегда его все короче говоря это часто осуждение и критика других да это мужчины и женщины с высокой потребностью в контроле и они в этом очень в этой в этой своей позиции они очень активны это именно такая рыцарская позиция понимаешь абсолютно не пассивная активного это активная вовлеченность вовне очень сильным таким нюансом навязывания да как бы свои точки зрения своего мнения то есть они при этом они очень принципиальны то они имеют свое мнение по всем вопросам от того как людям следует прожить свою жизнь то есть вот реально вот такой разброс и вот такой рыцарь монет как control freak он вообще не умеет расслабляться или дурачиться там не знаю прикалываться шутить какие-то делать глупости периодически нет он этого не умеет например это может делать рыцарь куб рыцарь кубков или рыцари дубинок нет то есть ведь для этого нужно слабить хватку да и перестать контролировать все вокруг правильно нет он это не умеет он должен всегда держать все под контролем он должен всегда находиться в напряжении именно по этой причине контрол фрик как рыцарь монет он значительную часть времени может пребывать именно вот в таком напряженном состоянии ну слишком серьезный ну слишком серьезный ну слишком ну разлабься уже нет а он не может он как будто постоянно ожидать подвоха какого-то от окружающего мира от всех кто его окружает что еще интересно вот такой рыцарь монет он очень плохой командный игрок то есть присоединение к команде означает что ему придется отказаться от некоторого контроля правильно то есть в конце концов он не может организовать все что происходит если несет ответственность только за 10 процентов результат на например правильно то есть если какая-то условная функция на вот в этом командном общем он не хочет быть какой-то конкретной функции сегментом и поэтому контрол фрик как наш рыцарь монет он скорее предпочтет быть одиноким волком так скажем да они командным игроком а когда ему приходится быть частью команды если вдруг такое случилось что уже выхода нет то есть он сразу же начинает диктовать поведение каждого то есть да такой рыцарь монет очень рациональный очень практичный он рассчитывает только на себя в первую очередь в гипертрофированной форме и это переносится на всех в окружении плюс он не верит ни в какие чудеса счастливые случаи никогда он не верит и никогда он в это не поверит вообще зато он верит что приложив достаточно усилий навыков он сможет добиться всего он не верит во время и удачу повторюсь он часто говорит что-то вроде типа неудача это не вариант неудача это не вариант понятно да то есть он чрезмерно всегда критичен к себе когда идут дела не так как паниру планировалось что еще вот такой рыцарь монет как контрол фрик нет скажем так рыцарь монет вообще да как все остальные рыцари он же любит перемещение то есть это принцип перемещения все рыцари это принцип перемещения на какого-то путешествие там неважно командировки но вот наш рыцарь монетка контрол фрик монетный он рассчитывает что вы что его ждут какие-то неожиданные неприятности понимаешь и поэтому стремится подстелить соломку всегда реально всегда вот к примеру собираясь какую-то там не знаю однодневную двухдневную командировку он возьмет с собой кучу ненужных вещей типа на всякий случай будет долго собираться будет долго все это сортировать но примечательно что вот такое поведение это следствие неповышенного чувства ответственности на самом деле а это страх это страх что без него вот этого контрол фрика все пойдет по наклонной то есть смотри помешанный на контроле рыцарь монет твердо верит что если хочешь чтобы что-то было сделано правильно лучше сделать это самому лучше я все это сделаю и буду спокоен лучше я сделаю это сам то есть такой персонаж отказывается делегировать задачи на кого-то потому что убежден что это в конечном итоге потребует больше его времени поскольку ему придется исправлять любые ошибки допущенные кем-то другим понимаешь да то есть он уверен что все зависит только от него и поэтому он сделает все это сам и в итоге получается что вот это вот классическая херня сели на шее и свесили ноги это первую очередь про контрол фриков рыцарей монет то есть в его голове твердо сидит мысль что ни одно дело и ни одно решение не может быть принято без него из и кстати из-за этого он даже готов браться задачи в которых он совершенно не разбирается но самое интересное что по ходу он разберется в том-то и дело он в них разберется но зачем он это делает если это не его задачи и конечно же его план он всегда самый лучший и он еще все время составляет какие-то списки какие-то чек-листы которым следует неукоснительно следовать на вот эти вот проверять сюда а если какой-то из пунктов выпадает из его стратегии вот если что там не бьет дебет с кредит с кредитом да он тут же начинает паниковать что-то пошло не так и главное тут вот что почему он такой это страх рыцаря страх воина страх упасть в грязь лицом и вот такого рыцаря монет постоянно одолевает страх что все провалится и этот страх настолько силен в нем что он круглосуточно старается держать руку на пульсе изрядно изматывая этим самого себя или сама себя потому что тут еще и перфекционизм до мозга костей не дай бог пазл не до конца сложится не дай бог все трагедия и даже если какое-то дело выполнено в совершенстве все равно присутствует уверенность что можно сделать еще лучше еще круче и разумеется если за него возьмется только наш control freak рыцарь монет то только тогда все получит а если нет то конечно же будут косяки он слишком много на себя берет да он слишком ответственным даже чересчур сверх своих полномочий вот так скажем в общем рыцарь монет как control freak стремится все делать идеально лучше всех ведь любые промахи для него они как бы непереносимы да они трагичны и воспринимаются как трагедия и еще не переносима мысль о том что он может быть хоть в чем-то не прав и тогда придется признать что он какой-то несовершенный плохой правильно а это вызывает конечно же сразу сильную тревогу до напряжение опять же внутренние фрустрации именно поэтому в личных отношениях с таким персонажем практически невозможно прийти к кому-то компромиссу или конструктивному обсуждению понятно да то есть в любом конфликте в сторону партнера будут сыпаться обвинения и упреки то есть вот такой рыцарь монет его теневая сторона ну не знаю негативная сторона рыцарь монет как еще сказать не знаю пускай будет так она она вот так себя ведет это конечно же как я это вижу на как я вижу эту карту придворно каждый может видеть там по-своему в общем тотальный контроль это control freak это рыцарь монет и конечно же это плохо это могут потому что контур фрики часто по всем фронтам вредят своей жизни часто внося в нее ненужную суету и изматывая себя даже до какого-то эмоционального истощения и для карьеры тотальный контроль тоже убителен кстати то есть вот например засиживаться на работе допоздна выполнять чужие обязанности и постоянно давить на подчиненных и коллег из-за каких-то мелких огрехов на работе это тоже могут и к сожалению подобная тактика не только не способствует развитию потенциала вот такого рыцаря монет да но ведет к выгоранию в общем вот такой control freak как рыцарь монет и такому рыцарю монет опять же повторюсь теневая сторона вот этого этой карты до придворный то есть вот такому рыцарю монет нужно научиться расслабляться и принять уже правду жизни что не все зависит от него одного или нее неважно мужчина это или женщина не все от тебя control freak зависит то сам себя накручиваешь ты берешь на себя слишком много и ты получается себя не ценишь ты себя этим убиваешь в общем рыцарь и монет его вот это вот вторая его такая неприглядная сторона конечно же это control freak да или я бы даже сказал так каких-то конкретных моментах это даже цербер это психотип цербера пса который не дает прохода контролирует пасет следит наблюдатель и конечно же это нечто связанное с тоталитарными какими-то моментами то есть намек понятен почему этот ролик и сделал сейчас тоталитарный подход ко всему контроль догмы сверхпедантизм традиционализм в радикальной форме и да 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 тут самый контроль над всем над вами над всеми куда бы вы ни пошли чтобы вы не сделали шаг влево шаг вправо расстрел будете делать так как я сказал будете ходить туда куда я сказал будете думать так как я сказал вам что-то не нравится спасибо мне за ролик пока пока uber буду буду Продолжение следует...